600 метров эстакады дороги обхода Сочи закрывают на ремонт. Обновление потребовалось не только дорожному полотну, но и подпорной стене. Она в результате будет усилена. Для этого задействуют тяжелую технику и автокраны. Поменяют гидроизоляцию и облицовку. На постене уже пошли трещины. Ремонту подлежит и проезжая часть. Здесь залатают образовавшиеся за несколько лет провалы, поменяют водоотведение. По словам дорожников, этот участок самый сложный из всей дороги обхода Сочи. Ремонт требуется сотням метров, а закрывают почти 4 километра, включая тоннель от мамайского поста до развязки на Пластунской улице. Обновить полотно невозможно, не перекрыв движение полностью. Если организовать реверс, то реверс будет составлять порядка 20 минут. То есть машины будут стоять в пробке 20 минут, за этот момент накапливается хвост, так называемый пробки, больше километра. Это в свою очередь ведет к тому, что развязка, которая у нас на мамайке, на дублер полностью будет перекрыта хвостом этой пробки. Когда начнется ремонт, транспорт будет направляться со стороны Адлера через улицу Транспортную и улицу Пластунскую. Со стороны Сочи по дублеру курортного проспекта и улицы Виноградной. А в районе Кудепсты уже приступили к плановым работам. На мосту ведут замену деформационных швов. Сейчас там транспорт движется по части моста, расположенного ближе к поселку. Но рабочие пообещали, на время инвестиционного форума движение по мосту будет открыто полностью. После окончания работ на правом мосту такая же схема дорожного движения будет предусмотрена и на левом мосту. Работы на мосту в Кудепсте завершатся 20 ноября. А вот окончание работ в Мацестинском тоннеле придется ждать больше года. Ремонт там начался. Пока для этого закрыли половину тоннеля. Ведутся подготовительные работы. А планы тут грандиозные. Поменять не только отделку и дорожное полотно, но и освещение. Когда будет получено согласование, тоннель закроют полностью. Объезд уже подготовлен через муниципальную дорогу к федеральной трассе в район Зеленой Рощи. Несмотря на то, что работы ведутся круглосуточно, завершат их в октябре следующего года. О сокращении сроков речи не идет. Конечно, сделаем все возможное для этого. Но у нас есть технологическая последовательность. Естественно, ее, по идее, нельзя нарушать. И, в принципе, календарным графиком предусмотрено именно октябрь 2017 года. Изменение схемы движения в районе Мацесты скажется и на движении общественного транспорта. Так, 122-й автобус, направляясь в центр Сочи, пока действуют ограничения, не будет заезжать на спутник. Остановку организуют прямо на федеральной трассе. Это касается и маршрута номер 2, следующего из микрорайона Малая Ху. Он будет выезжать и левым поворотом на объездную дорогу, и в районе Фабрициуса возвращаться на курортный проспект. Те пассажиры и граждане, которые хотят ехать на курортный проспект и далее в центр города, будут ездить на двойке. Те, которые захотят ехать вот этот промежуток от спутника до Фабрициуса, они могут выйти на эту же остановку, сесть на любой транспорт, 105-й, 125-й и так далее. И ехать прямо по курортному проспекту. О безопасности прохода пассажиров к временной остановке также позаботятся заранее. Будет нанесена соответствующая разметка, определен выход людей на федеральную трассу. Возможно, дорожное движение будет систематизировано светофором. Сейчас этот вопрос решаются в местное городское и федеральное управление автомобильных дорог.